ребят это шоу мы готовили очень долго про него очень многие ребята спрашивали когда я анонсировала в сентябре 2022 года ответ напишите алексей владимирович сначала другого все неправильно это мат бои судью нам его гости которых вы сегодня увидите вы могли часто видеть на других youtube каналах и они набирали очень много миллионов просмотров это была разноцветная жопа с ушами в коробке с карандашами именно сегодня именно в этом выпуске мы дадим им сложные задачи поделим на команды и посмотрим как они справятся а какой у нас будет очень много споров будет очень много напряжения но ребят вам понравится чтобы поддержать это видео и видеть что-то подобное чаще пожалуйста досмотрите это видео до конца ничего не пропускайте и обязательно отправляйте ссылку на нее своим друзьям знакомым родственникам но обидеть антон осталась последняя минута по оставайтесь на всем привет это шоу мат бои и сегодня мы узнаем кто же самый умный математик на youtube рядом со мной стоят наши сегодняшние участники и давайте с ними познакомимся начнем с вас я юра я снимал несколько математических роликов на канале алексей владимир саватеева я культ привет я абсолютный победитель московской математической олимпиады переходим к диме один победенский физик блогер и популятор науки рассказываю про всякие интересные штуки из мира физики и у меня собственно ставка на то что будут задачи физические на также ставку меня на грамотный монтаж этого всего что мои попытки так вырезать чуть-чуть и на хорошую команду конечно же тоже надежда я антон я много участвовал разных олимпиадах пока что я наверно самый немедийный человек среди нас всех вот возможно в частности этот модбай поможет мне это исправить поехали дальше знакомиться меня зовут саша я преподаватель курсом по подготовке к егэ по физике курс называется и банит если что вот ну моя задача просто пообщаться с классными людьми и клёво провести время отлично эбануть хорошенько да тут математически так чтобы взорвалось но короче я алексей саватеев маткульт привет всем я пришел здесь красиво просрать потому что здесь молодые сильные способные мозговитые а каждые 10 лет человек тупеет вдвое поэтому я восемь раз тупее чем но вот наиболее молодые из присутствующих так что шансов у меня нет никаких но весело провести время мы заведомо это осуществим я михаил саватеев приехал прямо из военкомата поэтому мне уже не нужно нигде побеждать я уже так сказать главный рубеж выполнил ну что ж мы познакомились с нашими сегодняшними участниками и теперь мы приступаем к нашему первому этапу вы должны будете выбрать двух капитанов команд вас будет две команды и сейчас нужно определить кто же будет лидером а для этого мне кажется я вас уже могу рассадить и ваша задача решить задание номер ноль ну что все готовы задание мы раздали и на счет 3 вы переворачиваете бумажки и начинаете решать 1 2 3 поехали задача игроков сейчас решить задание под номером ноль первые двое кто решат задачу они станут капитанами команд но даже если кто-то уже решил два человека вы все равно продолжаете решать потому что возможно кто-то из первых решивших все равно ошибся и у вас как бы все еще есть шанс стать капитаном команды я жду первые две руки пошел процесс пошел процесс что же происходит юрий читает условия так михаил уже что-то пишет алексей смотрите кстати видно что родные люди отец и сын пишут даже в одинаковые потя так юрий уже представляет число в голове антон что-то записывает александр 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 кажется не пишет ручка так так нет нет юрию нужен дополнительный черный переворачивает его доме 3 судя по взгляду до задача на задача серьезно но перебрать то так на на подбором не получится с тупой пойти ну как продвигаются успехи кто-нибудь уже близок хоть чуть-чуть местным подбора пока плохо получается а чё если пять минут не уложим все то как бы все на них все тупые посмотрим задача настоящая советская справиться ли кто-нибудь я могу сказать ребят что вот такие за солью в советской школе решали в общем-то 2 классе не стебать не стебать я уже сказал 8 раз тупее я чем был каждый 10 лет два раза четко закон саватеева то есть я просто не верю что тут может быть ответ нет иначе бы очень трудно его было принимать вот поэтому очевидно ответ да ну да нет арен знает как хрен знает может хрен есть ли кто-нибудь кто готов дать ответ чуть 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 не хватает все время никого нет жопа мешает маленькая-маленькая вот почти уже но нет вот так ну я добавляю две минуты к решению этой задачи единицы надо убить куда-то вот единицы вот это вот мы почитаем всех нулями единицами себя у нас есть участник который поднял руку один есть один есть еще ждем второго но вы тоже продолжайте решать вдруг он ошибся осталось одна минута на междунаре 5 часов по моему ждем второго капитана команды вот если бы ты дал задание с 222022 то у меня решение есть понимаешь вот 222022 на 9 тогда алексей веришь не получится если 222022 там по остаткам по моду людей не выходит а давайте кто-нибудь ребята думаем шевелимся быстрей 791 а да тут уходит собака ну как мы знаем все доктора наукле будет обсчитывать один возможный капитан команды у нас уже есть если он правильно решил задачу сейчас мы дали добавочную минуту и если никто так и не справится с заданием мы даем новую задачу и по ее итогам будет выбран второй капитан ждем а или вот четверка погоди о кто-то там возможно что-то еще сейчас так давайте я вас верю 43 вот мне почему-то кажется вот александр как темная лошадка сейчас может выйти вперед самый неожиданный момент товарищи так вот видите да как будто вот у михаила видимо все получалось но перестала получаться ну что остается абсолютно понятно что надо сделать просто я не могу до конца додумать и у меня же говорю медленные мозги давайте я назову число тогда просто и скажу как его переставить значит число а это 5580 2246 8913 мы переставляем делаем одну циклическую перестановку направо то есть становится первая цифра 3 потом 5580 и так далее ухты еще так совершенно верно он решил к сожалению по итогам первой задачи у нас сформировался пока только один капитан команды поэтому сейчас мы дадим дополнительную задачу игрокам и кто решит ее первым тот и станет вторым капитаном что ж я написала новое задание на доске и теперь все могут обернуться и начать решать его поехали ну вообще кто первый то получается ну алексей владимирович первый зая так тоже есть вариант будем как давай все решение да вначале просто ответ напишите алексей владимирович сначала вдруг у вас все неправильно но так то суть такая что я выделяю здесь x квадрат плюс 1 умножая на p от x прибавляю альфа x плюс бета и подставляю и и минус и ответ правильный вот если я подставлю и то у меня получится альфа и 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 получаю что соответственно б это равно а чё там я сложил их до сложил 2б это равно минус 2 то есть бета равно минус 1 ну и дальше и после этого сокращаю на и на это альфа равно единицы но вот я смог 6 секунд за 20 так что можно проще ты выделял какие-то выражения с x квадрат 1 x квадрат сравним с минус единицей значит 22 сравним с минус единицей то есть тут алексей владимирович можно было не подставлять меня сразу артиллерии я увидел что так точно решается у вас даже вот из первого видно что альфа равно единице в это равно минус единиц не складывать ой да 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 зачем мне а я потому что я думал мод комплексные коэффициенты будут мало ли вещественные вещественные вдруг комплексные вырезы ну да понятно что если мы знаем что это вещественные тв равна 1 и в это равно минус 1 ну да что могу сказать все правильно вот получилось все как и прикидывали старая гвардия против новой но против новой крови 22 получается x минус 2023 до плюс 2000 минус 22x начали минус минус 106 кадров минус единица до плюс 2020 3x 3x да и вот оно и есть ровно как и есть что что и есть до x минус 1 до ну да да все у нас второй капитан определен и теперь капитаны могут выбирать себе участие а был это не стирается а это стирается вы поняли вот это не стирается это навсегда маркер не проверили путем решения двух задач у нас появилось два капитана антон и алексей и сейчас я хочу попросить вас набрать команду каждому по три человека выходите сюда я не знаю как вы решите кто первый такой первый первый решил тот первый берет первый решил тот и первый начинает хорошо антон начинай кого берешь команду давайте возьму александра александр кантону в команду так а мне нельзя брать михаила до чтобы не было выгоднее взять физика а мы будем втроем но это кстати будет весело я хочу миша взять миша в команду к алексею антон следующий игрок кто у тебя что конечно тем уже не нужно антон плюс два физика да они все раздолбает на физике должны будут объяснить то что антон решит в этом есть вопрос нет я смогу сейчас вы все решено зачеркать сам да но это можно но так как ерунда я возьму юра не последний по физику в команде оказалось нормально рокировка произошла у нас красная команда там голубые все ясно красно-синее говорить цвет совершенно приятно быть в одной команде я тоже рад спасибо за доверие он что две команды собраны и мы переходим ко второму раунду задачи игроков во втором раунде решить 8 задач за 12 минут и каждая задача стоит определенное количество баллов так ну что вы определились с названиями ваших команд нет ну типа как назовете если нет давайте мы назовем команду вездеход мы будем тогда команда ледокол а это команда ледокол вездеход или до пол но они даже не сравним и правило математического боя пункт 1 капитан вызывающие команды выбирает задачу и бросает вызов команде соперника после этого вызывающий капитан выбирает человека из своей команды который будет следить за корректностью решения докладчика второе после того как вызов озвучен капитан другой команды принимает одно из следующих решений а выставить докладчика который будет отвечать эту задачу докладчик выходит доске если докладчик отвечает то его команда получает плюс номинал задач если нет то еще то его команды вычитается половина номинала б проверить корректность вызова и вернуть вызов обратно к команде соперника тогда Капитан исходно вызывающей команды выбирает члена своей команды, который должен рассказать решение данной задачи. Если это получается сделать, то вызывающая команда получает половину номинала задачи, а если нет, то теряет половину номинала. Третье. Действия повторяются до тех пор, пока все задачи основного раунда не будут решены. Каждый член каждой команды должен побывать у доски хотя бы один раз. Ну что, наши команды готовы. По моей команде вы переворачиваете листочки, на которых написаны ваши задачи, которые вы должны решить. А я покидаю вас на 12 минут. Раз, два, три. Переворачивайте и начинайте решать. Ого. Так, какая у вас стратегия вообще? Хорошо. Да, самое начало. Самое важное определить стратегию, распределиться по задачам. Это задача капитана. Он должен понять, как свою команду оптимальным образом распределить. Так, получится же у Алексея Владимировича это сделать. Так, Дмитрия, видимо, отправят на физическую задачу. Так, Михаил решает, видимо, вторую. Да, его взгляд направлен куда-то туда. Ну ладно, сейчас я возьму. Давай ты другую возьмешь, что у нас мало времени. Капец, ведущая, горячая. Не олимпиад-френдли. А Михаилу не очень нравится задание. Говорит, что not gay, в смысле, не gay, а олимпиад-френдли. Так, смотрите, есть какие-то продвижения. О, седьмая, Миша, это тоже твоя. Михаил читает, Алексея Владимирович уже активно пишет. Дмитрий очень активно пишет. А я попробую первую несколько. В ледоколе пока что идет процесс распределения. Дмитрий уже прикидывает задачу. Наверное, пятый номер, да? Так. Мне кажется, он был в математических исследованиях, поскольку его модели видят. Александр уже что-то рисует. Замечательно. Так, Михаил. Видимо, Михаил немного устал. Он сейчас почесал глаз. Вполне возможно, он не выспался и, значит, совершит какую-нибудь ошибку во время разбора. Запомним это. Так. Юрий отвлекает Антона. Да, смотрите. Смотрите. Видимо, какие-то внутренние терки у них возникли и пытаются определить, кто же будет решать, какую задачу. На это уходит драгоценное время. Стоит ли оно того? Стоит ли оно того? Михаил советует с Алексеем Владимировичем. Нет. О, нет. Вы видели это? Вы видели? Михаил, видимо, не смог решить какую-то задачу, решил переключиться на другой номер. Да, ну, получается, жопа огромная. Огромная жопа с ушами. Разноцветная жопа с ушами в коробке с карандашами. Такое в детстве у нас был. Не отвлекайте меня. Анфиса была. Мультик про Анфису. Там была разноцветная жопа с ушами в коробке с карандашами. Это очень здорово. Ну что, товарищи, прошла уже где-то, наверное, половина от назначенного времени. Не могу с вами не пообщаться. Антон, Антон, какую стратегию выбрала ваша команда? Поделитесь. Средителям интересно. Решите все задачи. Примерно так, да. Ну, у нас пока не очень получается. Но это заодно. Но, да, тут, понимаете, в жизни всегда не все выходит так просто. Да, я с вами соглашусь. Но пока уже какие-то продвижения есть, Антон? Так. Не говори номера. Не хотите раскрывать карты перед соперниками? Понимаю. Алексей Владимирович, а что скажете вы? Поделитесь своим видением ситуации. Какие роли у ваших товарищей по команде? Я думаю, что я бы решил часа за два примерно шесть из этих задач. Видите. Ну, то есть все, кроме физической. Я думаю, что... Физическую я не помню вообще от слова «совсем». Но, то есть, как бы сказать, с физикой надо было бы еще недельку вспоминать, что и к чему означает. И после этого я бы мог решать. Но шесть задач, может быть... То есть, они все не выглядят сложными, но, еще раз, ни за какие там пять или десять минут, это для меня просто нереально в нынешнем моем... Они обижают первых первокурсников, не давая школьные задачи, а давая задачи интеллектуальный уровень. Вузовские. Вузовские. Ну, я просто вот, как бы... Я так быстро, конечно, не умею. Ну, ладно. В общем, ты меня сейчас не отвлекай, Михаил Абрамович, а то я вообще ничего не решил. Все хорошо, договорились, Дмитрий Алексеевич, все тогда решаем, да? Кровь кипит, броня крепка, танки наши быстрые, и мы решаем задачи. Совсем скоро уже начнутся решения. Буквально десять минут, и полный вперед. Гитарист и певец, про него говорили, он полный, вперед, да? Он играл в буги-буги, пил что-то и что-то там, да? Употреблял Димедро, помните, в чижа? Я знаю, я бы понял. Отлично, отлично. Смотри, какая у меня идея. Я же могу сказать, что мой артанец, например, в районикс. Ну, да. И сказать, что это сильно обратно, как разница, как разница, как разница, как разница, как разница, как разница, как разница. Участники, у вас остается две минуты. Добавочного времени больше не будет, потому что так уже неинтересно. Подгляди, какие они решили там отбелить. Конечно, бегу. Волосы назад. А что сидишь, не решаешь? Да, они уже все все решили. Это мы тут долго. Да, да. Вздувайте горный, куйте смело, пока железо горячо. Решайте, решайте, товарищи, решайте. А я пока напомню вам правила еще раз. Поскольку время для первоначального обсуждения подошло к концу, я напоминаю нашим зрителям, что участники во время самого матгоя могут продолжать решать задачи. Сейчас Антон вызовет команду соперника. Он должен спросить, вернее, он должен сказать, какой номер команды Алексея Владимировича сейчас будет защищать. А Алексей Владимирович, как капитан, выберет защитника этой задачи. Но при этом Алексей Владимирович может и отказаться от этого самого вызова Антона. Но тогда Антон уже должен будет выбрать представителя своей команды, чтобы этот представитель задачу решил. Если команда Алексея Владимировича вызов приняла, но задачу решить не смогла, то она штрафуется на половину от номинала этой задачи. Если, соответственно, Алексей Владимирович сделал проверку корректности, то есть перевел вызов обратно к Антону, и команда Антона не смогла решить задачу, то уже команда Антона теряет половину от номинала данной задачи. И вот так вот, пока все задачи не решены. В общем-то, думаю, все понятно, товарищи. Вопросы? Вопросов нет. Замечательно. Антон, давайте, с какой же задачи вы хотите начать? Антон? Да, вы должны выбрать задачу, с которой вы вызываете команду вашего оппонента. Ну, давайте для разминки начнем. Мы вызываем команду соперника на вторую задачу. Вездеход ходит ли по второй задаче? Алексей Владимирович, вторая задача. Принимаете ли вы вызов? Правильно я понимаю, что мне принимай, не принимай, все равно как бы нет смысла отказываться. Да какой смысл? Нет, если вы не решили, вы можете думать, и вы думаете, что мы не решили, вы делаете право корректности. И тогда мы рассказываем. Если неправильно, то... Да, мы... Там плюс х5, и на 5 бактериал, и так далее, ну, тут так далее. Умножить на синус, соответственно, 1... Ты не говори, как пытался, а говори, как решать. Нет, я просто хочу сказать, что вот это вот привело в жопу у меня. То есть, никуда не привело, ни в какое разумное не привело, потому что начались тут плодиться эти степени ужасные какие-то, и стало ясно, что до 22 тысячи там какой-то это все не продуцируется. Ты понимаешь, что ты должен задачу доказать им, что решил? Да, ну да, ну то есть, соответственно, синус х это косинус, значит, сейчас, со сдвигом, правильно? То есть, вот косинус, он вот такая, да, шняга, по-моему? А синус это вот такая шняга, да? То есть, синус х это косинус, у меня лучше все к синусу вообще. Косинус это синус х минус пи пополам вестимо, да? Вот, правильно я говорю? То есть, синус, вот это косинус х, правильно? Потому что он отстает от синуса на полкруга, да, на четверть круга. Правильно, да? Мы подставляем пи пополам, да, получается все правильно. Значит, соответственно, у меня вот косинус это синус, только здесь синус х минус получается пи пополам. Пардон. Вот, а дальше это синус от косинуса. Но косинус это синус чего синус? Косинус это синус чего? Соответственно, х плюс пи пополам, да? Х плюс пи пополам, ну да. Вроде так, вот, да, так, сейчас, что это мне даст, интересно, значит, ну, да, можно первую производную взять, например, получится косинус на синус х минус пи пополам умножить на косинус х, да? А у меня вопрос к организаторам. То есть игроки могут просто решать задачу непосредственно уже в доске, да? В течение пяти минут, да, я могу это делать в течение пяти минут. Да, 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 именно так. После этого время окончится и я... А кто-нибудь засекал время? Да, я засекал, я засекал. Алексей Владимирович, прошло примерно половину, если что. Ну да, но я пока здесь каких-то закономерностей красивых не улавливаю. Да нет, вы главное уловили, что функция четная. Ну да, это да. И производная четной функции тоже, наверное, чем-то вам может помочь, Алексей Владимирович. Подождите, это что, подсказки со стороны? Нет, это не подсказки. Про четность там, видишь, ну она четная, а четная, я вот не помню, четная от нечетной, как-то можно, да, сказать, что она... Или это как алгебра z по 2z по сложению, да? То есть, если это алгебра z по 2z по сложению, то тогда получается, что вот эта вот, эта функция нечетная, да, а эта четная, да, а эта какая? Это четная, а эта нечетная, да? Если мы будем считать, вроде так и есть, да, что это как ведет себя как сложение нечет и чет, то четная от нечетной, да, получается нечетная, да? А нечетная от четной... Так, ну что, Алексей Владимирович, получилось придумать решение на ходу. Вроде так получается, то есть нечетная умножить на нечетную, то есть четная, да, четная. То есть это функция четная получается, правильно? Вот, ну и, соответственно, если она четная, то у нее, значит, что там происходит? Она вот такая симметричная, такая в нуле, короче, она вот такая, только вот такой, горизонтальный касательный. То есть получается, что у нее все, да, производная будет, соответственно, что нечетная, да, вроде как будет, и потом они все время будут путаться четная, нечетная, четная, нечетная. Ну и 2023 производная будет нечетной, правильно, функции? Вот, а нечетная функция в нуле равна нулю, поэтому ответ ноль. Решение закончено. Ну что, команда Вездеход, на какую задачу будете вызывать команду соперника? На первую. На первую задачу. Антон, кто от вас идет решать первую задачу? Ребята, давайте. Да пусть подумают спокойно, что торопить, ребят. Кто на амбразуру грудью будет бросаться вперед? Или другими местами, частями тела? Окей. Ну. Давай, Антон, давай. Давайте я выйду. Снова сделай за ним все, покажи как батя, как надо. Так, все пишут. Вот у нас есть кубик. И мы его для удобства вот так нарисуем. Вот эта вершинка одна, вот эти три стороны. Да, я тоже так рисовал. Вот, и мы хотим прямо вот сюда продеть, то есть мы смотрим на него так, что главная диагональ перимедикулярная, и мы хотим вот так вот в него продеть такой же кубик, но только теперь его как бы сторона будет параллельной этой плоскости. Ну и надо проверить, что если мы сделаем такое отверстие, то оно целиком влезет внутрь вот этого штеугольника, по сути. Ну потому что этого достаточно, чтобы он не разводился, потому что вся граница будет связана. Да, я согласен. Значит, ну давайте просто посчитаем, что это сработает. Что происходит? У нас есть главная диагональ, ее длина... Ну давайте какие-то нарисуем поудобнее. А можно стирать ее? Вон она, видишь? Вот, значит, у нас вот есть наш кубик. Кубик Рубика. Вот. И есть главная диагональ, длина которой корень из трех. Несомненно. И есть какая-нибудь сторона, длина единичком. И вот длина боковой диагонали и корень из двух. И вот тут прямой угол. То есть такой тригончик возникает. Да, да, да. Один, корень из двух, корень из трех. Вот. И мы хотим, по сути, посмотреть, какая будет, значит, проекция стороны единички, если мы сделаем проекцию на плоскость перемедикулярную главной диагонали. То есть вот такая чиселка посмотреть. То есть мы хотим понять, чему будет длина проекта с одной стороны. И хватит нам этой длины. Вот. Значит, ну давайте просто посчитаем. Значит, у нас вот этот вот угол альфа, его косинус равен... Ты не торопись, ты красиво так, медленно рассказывай, ребята пока решат остальные. Медленно рассказывай. Да, 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 да. Вот видите, сейчас Алексей Владимирович, он пытается, пытается немножко дезориентировать Антона. Время-то идет. Он говорит, рассказывай, рассказывай, не спеши. Здесь тоже альфа. Да. И здесь тоже корень из двух на корень из трех. Это где именно, покажи, проекция, как получилось, да? Вот это вот сторона корень из двух на корень из трех. Вот. И понятно, что эти три такие же, а эти из параллельности тоже такие же. То есть у нас вот здесь правильный шестиугольник... Да, правильно, так. Правильный шестиугольник с одной корень из двух делить на корень из трех. И мы хотим в него вместить квадратик один на один на один, по сути. Да, вот именно. Значит, ну, давайте я это еще раз нарисую. Правильный шестиугольник, да, который, да, он... Ага, и ты хочешь как-то, каким-то образом всунуть в него, в дырку... Уже задача стала плоской. Можно ли квадрат пропустить сквозь шестиугольник со стороной корень из двух на корень из трех? То есть можно ли квадрат единичной стороны пропустить вот так вот, не как бы, так сказать, не сгибая уже, прямо вот как есть, он вот так, через вот такой шестиугольник, не теряя связанности шестиугольника? Правильно, правильно. Ну, давайте посмотрим длину, расстояние между противоположными сторонами. Здесь у нас угол 120 градусов в шестиугольнике, соответственно, здесь по 30. Вот, то есть здесь у нас получается кощину с тридцати это, значит, корень из трех пополам. Вот, и мы домножаем корень из трех пополам, мы вот это получаем, что вот здесь одиннедельный корень из двух, в итоге длина вот этой штуки корень из двух. Да, ну это, собственно, обычная ситуация в ромбе. В ромбе диагональ в корень из трех раз длиннее, чем сторона, вот эта длинная. Ну да. Поэтому здесь просто корень из двух получается. Так, и... Вот. Ну вроде как это пока мало, да, то есть нам нужно, нам нужно, чтобы... Это же у нас прямоугольник, да, с астрономикой? А теперь... Напоминаю Антон, что у тебя пять минут. Да, ну... Но я не тороплю. Нам надо решать, что... Но мы торопим. Значит, а здесь мы сделаем вот, что мы отойдем немножко, чтобы вот здесь хватало на один, 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 причем строго. Вот. Значит, ну... Да. Насколько нам нужно отойти для этого? Давайте... Ну, нам нужно получить здесь ровно, чтобы осталась единичка. Вот, то есть мы отходим на корень из двух минус один пополам, скажем, вот это со стороны. Вот, то есть вот это вот маленький отрезочек, это корень из двух минус один пополам. Ну, то есть один делить на корень из двух минус одна вторая, ну, неважно. Сейчас. Корень из двух минус один пополам, потому что... Пополам в каждой стороне. В каждой стороне. А насколько мы отошли вот здесь тогда? Да, на сколько. Значит, ну, здесь у нас угол опять 30 градусов, то есть у нас такой... Да. Вот тут 30 градусов. И вот мы тут отошли на корень из двух минус один пополам. Да. А что вот здесь остается? Значит, нужно, по сути, на тангенс 30 домножить, вот это делить на вот это. Синус одна вторая, косинус корень из трех пополам. Одна вторая, значит, делить на корень из трех пополам. Это один делить на корень из трех. Вот, и того здесь получается корень из двух минус один делить на два корня из трех. Корень из двух минус один делить на два корня из трех, без сомнения. Вот, и здесь такой же. Да. То есть здесь у нас получилась сторона один, а какая вот эта сторона? Ну, ничего, ничего, нет, ну, здесь надо же добить решение до конца. Добить, Антон, осталась последняя минута, последняя минута. Вот, и мы прибавили корень из двух минус один пополам суммарно, а было корень из двух делить на корень из трех. Так время или минута? Вот, складываем, получаем два корня из двух минус один делить на корень из трех, и это удерживает, что это больше единицы. Удерживает, что больше единицы, то есть что два корня из двух больше. Но это какая-то уже проверка. Да, два корня из двух больше, чем корень из трех плюс один. Я проверял это лично. Два и восемь, один и восемь, больше, чем один и семь. Когда я решал задачу Рыгородского проведения. А, нет. Один и восемь больше, чем один и семь. Да, да, да. Нет, очевидно. Ну, в общем, в это люди даже верят. Это верно, это связано с тем, что в этой самой, это связано со знаменитой задачей. Кстати, это связано со знаменитой задачей о том, что если у тебя есть четыре новых города в чистом поле, как хотел министр обороны Шойгу сделать до начала всего этого, да? Вот он хотел четыре, ну и если бы он сделал их по вершинам Кравдарата, стала бы задача соединить эти города дорогой. Правильно? Кратчайшей дорогой. Вот, и вот там удивительно, что вот это не является оптимальным решением, знаешь, да, этот прикол? Да, нужно вот так соединять. Правильно, и там возникает ровно такое же неравенство, ровно вот это. Вот, оно из-за этого, вот это два корня из двух, а это корень из двух плюс один. Как там везде 120 градусов. Да, 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 там должно везде 120 градусов, потому что это точка Ферматори Челли для каждого из этих двух треугольников. Поэтому я знаю, что это так, так что решение принимается, по крайней мере мною. Прекрасно. Команда имени памяти Илья Давыдовича Бронштейнов получает 2000 очков, ледокол плюс 2000, Алексей Владимирович подтверждает. Задача действительно интересная. В оригинале это называется Куб Принца Руперта. Аналогичные задачи зрители могут посмотреть, связанные с Тетраэдром, с Октаэдром, да, тоже здорово. Ледокол плюс 2000 баллов. Антон, ваша очередь, ваш вызов. Кого вызываете вы? На какую задачу, точнее. И на какую задачу, да, 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 да. На какую из задач, оговорочка. Так, так. Самый интересный момент. Уже следующий круг пошел. Что же выберет Антон? Долго совещаются товарищи. Так. Александр дал ценный совет, видимо. Мы вызываем команду соперника на задачу номер 4. Так, нет, подожди. А, да, мы можем спросить. Что же выберет вездеход? Ну-ка. Мы выбрали проверку корректности. Антон, что ответите на это? Кто пойдет? Кто пойдет? Битва физиков! А мы продолжаем решать, Миша. То есть, это что значит? Да, у нас Александр идет рассказывать решение задачи. То есть, вы ее не решаете, да? Да. Мы нет, нет. Мы не готовы. Мы проверяем, имеете ли вы. Если вы сейчас правильно решите, то получается, что... Половину баллов вы получите. А если неправильно, то выясним. А, ну понятно, да. Так, ну, я не знаю. Тут, короче, какие-то, может быть, есть вещи, которые я уже не помню. Или и не знал никогда. Ага. Вот. Ну, как и я, в принципе, да. Ну, да, да. Но я так чисто интуитивно себе представил, что если у меня есть какой-то равномерный диск, ну, у которого равномерно распределена масса, то я могу вообще супер в наглую представить, что движение по такому диску будет равносильно тому, что в каждой вот этой точке центр масс будет находиться посередине. И то есть у меня получится много-много вот таких вот точек, которые я могу соединить в единый диск, ну, какой-то тонкий, в единое кольцо, обладающее массой М большое, которое находится, ну, на половине вот этого, если тут Р, тут Р, вот посередине этого большого диска находится. Понимаешь? Центр массы. Да, ну, центр масс, по сути, вот на каждом радиусе нахожу центр массы. Но он зависит, получается, от распределения массы большой, массы маленькой, да? Да, он зависит от распределения, я считаю, что равномерно распределенный. Ну, большой диск, он равномерный. Ну да, так нет, большой диск, у него центр масс всегда в центре получается. Не, я беру для каждого радиуса центр масс нахожу. Понятно, что центр масс диска находится в центре. А для каждого радиуса? А, вот, я вот смотри, вот провожу вот такую, вот такой радиус. Так, так, так. И говорю, вот для всех этих точек центр масс находится здесь. Но если равномерное распределение и ширина одинаковая, тогда всегда в центре будет находиться Р пополам. Ну да, да, ну, давай. Р пополам. Да, вот Р пополам, давай вот здесь. Ну все, для всех этих, Р пополам. То есть, проходит через центр диска, то есть, она смещена. Окружность. В условии проходит через центр диска. Ну, центр диска у нас, да, вот центр. Ну да, и окружность вот эта, чем можно писать, что мы сейчас испортим все. А, подожди. И окружность вот такая. И человек ходит по такой окружности. А, она проходит через точку О. Ну, вроде, да. Болин, я значит немножко не так, по-моему, условия. Проходит через центр диска. Да, 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 так, 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 так. то есть он вот по такой штуке проходит все блин а я вот так вот решал что он проходит и но просто выходит из точки о там и приходит я короче думал что он вот так вот дошел до сюда тут просто в условии ну непонятно было стоишь парик он может мог из точки о выйти на середину диска сейчас вот вращаться на диске нарисованную окружность человек массы м проходит по нарисованной окружность выходя из точки о и возвращаясь в эту точку то есть как я себе это представлял на я понял выходит из точки о давай сейчас уточню тогда да какое условие то вот так вот или вот так вот товарищи 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 пояснения про которые спрашивали окружности считаются концентрическими то есть то решение которое александр начал изначально варить да все абсолютно восприятие верное то есть я правильно понял задачу да 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 условия неверно сформулированное что не нам нужно было двое окружность 2 меньшего радиуса проходит через центр диска окружность должна проходить через центр диска вот я понял так и эта задача выходя из точки ложнее чем судью нам и возвращаясь в эту точку ну да вот он находится в точке о так он находится не на окружности так он находится не говорит что он на окружности находится изначально проходит по нарисованной окружности он выходит в точке о и проходит по нарисованной окружности у меня тоже так вот такое условие получается но тогда возникает вопрос а как он из точки о дошел до окружности может быть он петля может быть по прямой прошел может быть еще как-то да да я просто рассмотрел частный случай так ну допустим так то есть я рассмотрел частный когда он всегда идет прям по центру чтобы не крутить диск при ответа какой-то так ответ ну там получается что там получается так как время у них одинаковое m x делить на т равно m y делить на т и получается если получается что y у нас в м на м раз меньше чем x длина дуги по которой которую проходит вот этот вот это вот кольцо на которую поворачивать она в м на м раз меньше чем длина дуги который проходит человек получается если человек проходит 360 градусов то угол на который повернется диск равен м на м на 360 градусов если измерять градусов ваш ответ понятие дмитрий вы согласны так от того что я сейчас отвечу зависит кому достанется баллы правильно понимаю именно так вот я точно признаюсь честно я точно ответ не знаю но мое чутье подсказывает что это неверно но нужно предъявить аргумент почему мне нужно предъявить тогда нельзя просто нет не согласиться с решением так хорошо аргументы заключаются в следующем что здесь применен закон сохранения импульса в таком виде его применять не стоит здесь нужно закон сохранения момент импульса учитывающий вот эти вот расстояния от центра до соответственно ну там до центра масс получается вот этого вот ты человек который идет и да получается следующее что нам нужно приравнять вот эти вот изменения моментов значит это получается у человека это будет ну м в р но это м омега короче да вот то есть масса человек на его угловую скорость а здесь получается как у диска ту диск момент инерции момент инерции но вот я посчитал момент инерции там получается блин я запутался в этих там пиро r в в общем любом случае да давайте подытожим тут я соглашусь что действительно нужен закон сохранения моментов импульсов и в этом случае я думаю что действительно тот прав дмитрий вот то есть полу сюда аргументировать я не могу но вот вот собственно вот это вот не учитывает все я просто равносильно я всего распределения масс которая есть задача я просто равносильно как бы пытался ситуацию представить как можно выкрутиться без момента инерции без но да тут все-таки нужны моменты александр к сожалению получается что проверка корректности в данном случае не пройдена и команда ледокол получает небольшой штраф небольшой штраф получает там анда ледокол в 1750 очков окей ответ можно узнать 2 pm делить на m плюс 2 м в числителе романы 2 pm 1 в числителе 2 pm в числителе знаменателе и малое делитесь в в знаменателе м малое плюс 2 м ну по да очевидно что я моя аналогия короче не сработала но без моменты здесь здесь просто так нельзя переходить на другом конечно попытался но в любом случае вы были близки действительно товарищи именно попытка она позволяет нам расти и в любом случае мы чему-то научились мы чему-то рады и мы двигаемся дальше ледоколы небольшой штраф и соответственно теперь получается что теперь получается что команда алексея владимировича какую задачу выбирает команда третью кто от команды ледокол идет решать третью задачу проверка корректности от ледокола что по поводу проверки корректности кого вы выставляете и у вас будет ровно пять минут потому что время у нас ограничено алексей владимирович давайте нужно принимать решение а если вы не готовы можете не тянуть время может быть она сами может чтобы побыстрее нам до ношим и но в но диме засчитывается выход да нет это не тот вы нанесу это должен быть когда он рассказывает решение дано условия решение не знаю решение мы не знаем мы знаем что он сходится очевидно а вот мы можем доказать что он сходится и квадрат на 12 до можно лишь доказать что это меньше чем пик квадрат на 12 вот я все решение я думаю что разумнее всего будет прикрепить отдельно фотографию чтобы время сейчас не тратить но можно конечно было подумать про телескопическое суммирование представить каждый из этих арктангенсов как арктангенс 1 на 2к минус 1 минус арктангенс 1 на 2к плюс 1 и тогда ваш ряд замечательно сойдется к пина 4 вот но хорошо команда вездеход отказалась от вызова да и соответственно получает штраф в во сколько во сколько это получается 1500 очков ну что команда вездеход не справилась задачи и теперь команда ледокол выбирает задачу мы вызываем команду соперника на задачу номер 5 задачу номер 5 а я напоминаю что еще каждый игрок должен побывать у доски так у нас уже были все кроме меня да вот я об поэтому и напоминаю спокойно кто-то отсиживается так я был в инкомате мне ничего не страшно подставим x равно 2 в степени 2023 значит сейчас 2024 наверно x 2024 r а y равно 2 в степени 2022 с а лучше r вот и тогда у меня получится значит x степени 2022 плюс y степени 2024 равно 2 в степени 2022 на 2024 r плюс 2 в той же самой степени согласны то есть сюда в добавляем единицу и нужно чтобы это было равно z степени 2023 правильно согласна то есть если у меня если я ищу вот в таком виде а то мне нужно вот это ну и естественно я это тоже буду искать виде 2 в степени значит 2 значит z равно 2 в степени там ну какая-то шняга там b большое да и тогда у меня получится что требование стоит том чтобы 2 в степени 2022 на 2024 r плюс 1 равнялась 2 в степени 2023 б иными словами нужно чтобы вот это вот делилось на 2023 и все и если я предъявлю бесконечную серию таких r что вот это делится на 2023 то задача решена ответ бесконечное количество решений согласно и почему же это поехали да значит мы пишем здесь 2023 в квадрат минус 1 на r плюс 1 делится на 2023 соответственно здесь остается 1 минус r делится на 2023 r дает остаток 1 определение на 2023 я думаю ты не будешь спорить на таких и бесконечное количество антон решение 1 плюс они это минусом квадрат не там нет все правильно да мы согласны все правильно мы согласны чем от великой теоремы фирма отличается почему тут все получается потому что степени разные именно так прекрасно решаю решение алексей владеевич команда вездеход получает плюс 4000 очков и вырывается вперед он вам нужно завершить ну что команда вездеход получает очки за решение этой задачи и выбирает задачу с которой пригласит команду соперника шестую просим шестую задачу здесь мы уже не обозрёмся с проверкой корректности а мы решили не будет вам проверки корректно это правда шестая задача сначала я подумал что за глупая задача они все время увеличивают на километр а проходит один сантиметр но я потом догадался что от стены они оттягивают то есть увеличивается это не курит оттягивает свой конец выражение такое а кто курит тот кончает раком ладно вот как же эта задача решается тут стена он рукой тут держит и на есть тут один километр но в реальности неважно какие конкретные там вот эти значения но но тут он проходит один сантиметр его конец ста тысячную от да вот километра все правильно хорошо и когда он проходит первый километр дата он один сантиметр но потом он и он проходит одну вот такую долю потом когда оттянут еще на один километр то есть будет будет два километра он пройдет один делить на два вот этих вот этих штуки долю такую вот от общего от общей длины когда будет еще оттянут на 3 он пройдет 1 делить на 3 вот как известно это просто ну мы выделим оттуда а это еще больше чем у нас мишенька смотри будет 1 плюс 1 2 просто доля с 1 3 постепенно становится все да а мы через жопу решали но тоже как известно гармонический ряд расходятся гармонический ряд расходятся и поэтому в какой-то момент мы ну дойдем до единицы как бы да и все оценил время за которое требуется оценить ну можно сделать да можно сделать оценку мы можем да можно как известно тоже в гармоническом ряду можно складывать по степеням двойки то есть мы складываем ну вот сначала берем одну вторую потом одну третью 1 4 понятно что 1 3 больше чем 1 4 вот но в сумме они как раз мы больше чем 1 2 и так по 1 2 мы можем дотягивать вот и то есть там будет ну где-то ну надо надо шагов будет два в степени вот это вот два на на 10 5 да 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 вот так и ну примерно может быть не ну будет меньше но это точно да согласно с нашим решением рифмическая сверимая я принимаю решение отлично алексей владимирович принимает эту задачу да и команда ледокол получает да уже существенное значение это четыре с половиной тысячи очков идут к ледоколу ну что ж команда ледокол справилась задачей и теперь вызывает вызывает однозначно мишу потому что остался миша на задачу номер и тут два варианта семь или восемь ну что команда определилась задачи мы вызываем команду спернг на задачу номер семь михаил у вас пять минут самостоятельно хорошо да но не в рамках тех пяти минут не в рамках пяти минут еще время не дали ну давай кумир одиннадцатиклассница рассказывай очередная психологическая только от юлия и возможно просто дела отсутствую подкасту миша так ну значит смотрим давайте как бы давайте во первых отсортируем всех людей которые где камера кстати основная там-там-там отсортируем это от слова сортир то есть мы все 7 ярдов граждан земли отправим сортир да ну не совсем конечно вот но короче отсортируем по количеству богатства у них то есть у нас количество богатства будет вот так убывать возьмем самого большого пусть у него x вот давайте посмотрим на 5 следующих за ним вот заметим что во первых сумма у этих всех людей она должна быть не больше чем x на 3 вот потому что если эта сумма больше чем x на 3 то ну у этого человека просто не 75 процентов а меньше вот мысу мы считаем вообще суммарное богатство всех людей как бы вот дальше смотрим значит сколько какое какое богатство должно быть у минимального из них ну понятно что это хотя это не максимум x на 15 вот ну потому что как бы делим 5 на 5 равных частей вот это x на 3 вот и значит вот это богатство которое у него смотрим на следующую пятерку вот она снова делится на 3 как бы ну потому что опять таки вот в этой шестерки он должен занимать 75 процентов значит тут у нас получается x 5 значит мы поделили сейчас тут три значит здесь мы получается разделили на 5 еще на 3 то есть на 15 вот потом аналогично прибавляем еще одну пятерку вот это получаем x делить на 3 на 15 квадрате вот и так далее замечаем что это как бы геометрическая прогрессия вот значит мы можем вынести получаем естественно вот такую штуку вот вот эта штука если ну как бы у нас этих человек сколь угодно много но даже если их бесконечное как бы число эта штука не больше чем получается сколько там один на один минус одна пятнадцатая получается вот то есть пятнадцать четырнадцатых четырнадцать да вот мы стресс на этом мы домножаем на x на 3 вот значит получаем сколько там пять четырнадцатых вот то есть x плюс пять четырнадцатых x да но это сколько там девятнадцать четырнадцатых вот но и нам нужно просто сравнить эти 14 девятнадцатых условно 73 сотых вот чтобы понять сколько у него вот но в таком виде если мы напишем вот настолько тупое решение да чан давай я умножу на всякий случай 725 давайте михаил время подходит концу вот 7831 вот это меньше чем 4 чем 1400 поэтому средства у него меньше чем 73 процента ну больше в плане но в плане я оцениваю x от вот этого количества суммарного от получается сколько там ну типа я оцениваю сколько всего богатства и сколько у него у самого вот и получаю что это что у него больше чем 73 процента да это все решение ща ну вроде бы да ну тут какая-то совсем уже арифметика остается так антон ваша команда принимает решение не согласен нужно мы как не разобрана существенная часть задачи а именно количество оставшихся людей кроме первого не взять делится на 5 если ты добавишь просто нули то там не будет верно это неравенство то есть если ты возьмешь как бы меньше чем шесть человек и добавишь нулевых не обязательно наибольшую них вы хотя бы 75 процентов потому что как бы никто не гарантирует вот и ну вот про этот момент вообще не учтено на мой взгляд это самая сложная часть задачи поэтому я не согласен что данное полное решение как бы она не была рассказана в данное время даже не был упомянутся михаил что вы можете сказать про этот момент чая подумаю ну очевидно на момент решения на это это момента нету если это претензия по делу то типа понятно вот ребята время и ответа я как понимаю нет как нет я как раз сейчас проверяю есть ответ или нет ну так вот у нас остался не целый блок чан я их не обязательно ли они дополняют дополняют дополняю ну ты знаешь если мы возьмем кто пятерки то для каждым черт выполнить неравенство если у тебя последние пятерки там меньше чем пять человек то это неправда но я их могу дополнить минимальным элементом и это тоже не обязательно быть верно почему ну еще раз не ну подождите подождите антон смотрите там же все равно оценено каким-то неограниченным количеством человек так ведь ну да вот понятно что чем больше человек тем вот эта доля будет нужную сторону все сильнее меняться и значит бесконечность бесконечность не предел в нашем случае это не помогает в чем проблема еще раз если ну давайте нарисую что имею ввиду чтобы не было просто вот были у нас пятерочки 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 и вот в конце осталось допустим не знаю три человека и мы говорим что ну тогда у этих трех там не больше чем понятно одна треть от вот этого да но это неправда просто вообще не обязательно быть правдой потому что еще раз это не шестерка и для не шестерок мы ничего не знаем а мы можем комментировать или нет нет но мы можем как бы все-таки существенную часть михаил рассказал вот основополагающую я думаю что вот этот случай скажем михаил что вам три с половиной тысячи очков вездеходу и полторы тысячи очков ледоком ну да в целом нормально все у нас осталось последняя задача и вездеход вызывает нас на восьмую задачу видим ну что вариантов уже не осталось что вездеход кого вызываете я иду и рассказывать конечно опять антон кто бы сомневался на антоне все только и держится что нам нужно посчитать нам дали прямоугольник 3 на n ну n равна 10 в нашем случае давайте 2 н сразу скажем вот и надо посчитать конечно способ замастить его доминошками 1 на 2 немножко считается одинаковыми вот ну давайте обозначим ответ для 2 n как т-н-т для удобства ну почему для 2 n потому что очевидно n застана должна быть четный да иначе качество это два недели и давайте почитаем чем равно т-н-т ну давайте посмотрим как у нас есть способ замастить вот самые левые три клетки ну первый способ тремя горизонтальными доминошками получается т-н-2 потому что мы как бы 2 2 слабца убили и у нас остается два симметричных способа вот однако горизонтально 1 вертикально и 2 такой же только наоборот других вариантов нет давайте почитаем что происходит в этом в этом в этой ситуации значит первый случай что мы можем добавить но еще одну вертикальную ножку это же замастить два столбика здесь начинаем скобку потому что нас два два варианта здесь будет еще одно т-н-2 вот если мы этого не делаем то здесь для горизонтальные здесь уже тоже обязательно горизонтальная ну потому что одна клеточка и получаем похожую ситуацию здесь можем либо одну вертикальную и закончить как бы эти четыре столбики вы продолжать возникает 4 дальше будет 6 и тогда вот ну давайте сразу скажем для удобства что ты нулевой это один ну потому что сколько способ заместить пустой прямоугольник один способ вот такая рекуррент получилась ну такая река на считается с трудом понятно потому что она к это сложно вот давайте мы упростим там все равно 10 поэтому за квадрат ну можно конечно просто правда посчитать тэшки дам до 5 потому что у нас 2 на 10 да но давайте мы сначала упростим запишем два последовательных равенства так а я прошу прощения я же взял н как раз это половину поэтому здесь с 1 и минус 2 индустрия сейчас там снова и не садится начало антон осталось две минуты подкрепить еще тоже до 211 ну в общем понятно вот значит плюс 2 минус 1 плюс 2 минус 2 минус 2 так тен плюс перо равно 3 тнт минус тн минус 1 вот все остальное сокращается значит получаем что тн плюс первое это 4 тнт минус 1 минус 1 готова рекуренции ну давайте почитаем вы верите что мы сможем по дать что просто я верю я могу даже посчитать 0 единичка я даже не проверял нижнюю потому что в единичке у нас значит будет троечка правду говорю правду говорю вот потом в двоечке у нас будет 11 в троечке будет так 44 минус 341 четверочка будет 40 114 164 минус 11 153 и в пятерочке домножаем это на 4 получаем 612 минус 41 это 500 кажется 571 вроде сходишь все нормально отлично алексей владимирович принимаете решение я принимаю михаил принимает но я думаю алексей варимович одобрит хорошо хорошо получается все задачи нами решены героически да и можно получить обстановку на текущий момент еще раз секторами артан но все были разобраны доски так ну да ну что второй раунд закончен по итогам которого лидирует группа ледокол у нее 11750 баллов у команды соперника 8500 баллов и мы переходим к третьему раунду правила которого сейчас объяснят товарищи сейчас перед вами возникнут данную вернее вы услышите да услышите несколько тем от каждой команды остается по капитану и остальные остальные участники болеют за представителя своей команды и так вам сейчас будут озвучены пять тем по очереди выбирайте те которые вам не нравятся по одной штуке и соответственно так останется у нас сейчас одна тема я думаю что начинает антон поскольку его команда лидирует антон диафантовы уравнения многомерная геометрия мат анализ теорвер алгебра что вы что убираем многомерную геометрию так алексей владимирович диафантовы анализ вероятности алгебра что убираем диафантовы анализ вероятности алгебра до сова танца ватан помоги мне сдать матан матанах убираем математический анализ замечательно антон диафантовы теорвер или алгебра давайте теорвер убираем алексей что в остается перед вами выбор но наверное очевидно какой до диафантовы уравнения или алгебра что диафантовы уравнения или алгебра алексей что убираю естественно убираете а нет нет оставляю алгебру на диафантовы уравнения так все когда тема выбрана каждый из капитанов команды должен сделать ставку должен сделать ставку от нуля до того количества очков которые сейчас имеет его команда если вы выиграете то ставку удвоится если вы не сможете решить задачу то ставка сгорает сейчас я раздам участникам задания которые они выбрали и они должны будут сделать свои мы подошли финал команды идут на зря в ноздрю но снос разница у них буквально там на половину серьезной задачи у каждой очень хорошие шансы на победу отлично раздаю задание ну что ставки собраны задание я всем раздала и теперь у капитанов команды есть всего пять минут на решение у нас здесь уравнение в целых числах в общем то профильная тема алексей владимирович а можем отвлекать капитанов другой команды физики мыслят одинаково 99 процентов что алексей владимировичу решит антон я думаю тоже решит все-таки член нашей команды по межнару а задача несложная алексей владимирович что вы про онлайн образование думаете как вы относитесь к дистанту я кстати посмотрел остальные четыре задачи вообще в легкую решить вообще точно вообще просто вообще без шанс ну что у нас остается 30 секунд до конца финального раунда в котором решится кто же победитель тоже лучший математик на ю тубе александр ваши симпатии за кого поделитесь я человек не азартный я не люблю делать ставки но я ставлю на команду ледокол антон очень хотел быть медийным и я верю что он будет звездой сегодняшнего вечера все время кончилось ребята антон ручки на стол что кто отвечает первым но я перебрал все модули которые только мог придумать 7 289 там 3 что-то такое терема малая терема фирма куда-то было бы мне нужно было на задачу полчаса я не успел рисовать конечно нет давайте я расскажу решение антон а у антона есть видите моя чуйка к сожалению да тут нужно было мне больше времени просто значит давайте во первых ну какой модуль говорит нет никого модуля в огне от модуля вот так значит я вообще не в ту сторону что и решал давайте вот о чем подумай ну во первых у нас есть случай к саму нулю да но двое и тогда y минус 1 понятным потому что это минус 1 вот в противном случае x не 0 и значит модуль x модуль x хотя бы 2 потому что x ну даже это неважно x четный да вот тогда давайте запишем в таком виде так ну давайте еще до удобства так то напишем тут модуль x ну чтобы не парить с отрицательными числами на особе скобки положительные причем так из хотя бы два они обе большие да ну там больше не вот и они взаимопросты потому что x четно да 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 все понятно то есть у нас получается обе это 2030 степени каких-то чисел они считаются на 2 такое невозможно ну короче мне нужно было чуть больше времени я такие задачи отлично решаю но не за пять минут за пять минут в возрасте 50 лет никто ничего не решает извините это не тот возраст но тем не менее решение абсолютно справедливое и сейчас самый интересный момент оглашаем наши ставки товарищи и так команда ледокол поставила 7000 баллов и они прибавляются а команда вездеход поставила 4000 баллов и они вычитают они вычитают у команды они лишаются четырех тысяч баллов но тогда четыре с половиной делится на три команда вездеход за этот замечательный математический бой заработала четыре с половиной тысячи рублей а команда ледокол 18750 рублей и все деньги идут на мировую революцию товарищ голодным детям германии так сказать как вы сами понимаете ну что по итогу сегодняшних мат боев победила команда ледокол набрав 18 тысяч 750 баллов в общем мне кажется игра прошла просто великолепно алексей антон отлично выступили как капитана и как самостоятельные игроки я уверен что это этот выпуск поможет нам популяризовать математику среди еще более широких масс и еще ближе сделать наступление прекрасной эры всеобщего лучшего в мире советского образования товарищи не забываем поставить лайк поделиться видео отправить ролик друзьям если хотите что больше подобных боев выходила сигнализируйте нам об этом до новых встреч мат бой привет а